К нашему эфиру и присоединяется политтехнолог Катерина Адарченко. Здравствуйте. 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 Итак, давайте начнем вот в первую очередь о поддержке Украины. Представленный Белым домом в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около 61 миллиарда 400 миллионов для Украины, из которых 46 миллиардов 100 миллионов составляют оборонные расходы, да, и 11 миллиардов 800 миллионов – прямая бюджетная поддержка. Об этом накануне рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она также вот подчеркнула, что в Палате представителей США это предложение может быть выносено в зал для рассмотрения и голосования, может, исключительно после того, как, ну, будет урегулирован вопрос с избранием спикера. Вот ваш взгляд, чего ожидать? Что происходит сейчас в США вокруг избрания спикера? И получит ли Украина эту помощь? Да, ну, смотрите, вопрос спикера, он не связан с вопрошицем внешней политики, он связан с внутренними разногласиями внутри республиканской партии. На самом деле, действительно, снятие Маккарти – это исторический прецедент. До этого, в целом, таких процессов не было. Ну, глобально, если посмотреть на эти процессы, это процесс, ну, смены политического лидерства внутри политической партии, который характерен для многих политических партий в разных странах. И сейчас, так как внутри республиканской партии есть разные взгляды, в первую очередь на вопрос national debt, да, то есть это на вопрос долговых обязательств, то Джордан, ну, человек, которого считали наиболее перспективным кандидатом на должность спикера, он также не смог собрать голоса. Некоторые другие кандидаты в целом, ну, выдвигали свои кандидатуры, но даже не двигались этими кандидатурами на голосование, потому что внутри партии не собрали нужного количества голосов. Поэтому это вопрос технический. Он в данный момент, конечно же, ну, скажем так, несвоевременный, потому что помимо внешнеполитической помощи, да, помимо помощи Украине, Израиле, Тайваню, сейчас также Байден обсуждает, есть еще вопрос голосования бюджета Соединенных Штатов. Если, ну, этот вопрос не решится до ноября, то возможен такой процесс, который называется shutdown, то есть это процесс, когда не финансируются бюджетные учреждения в Соединенных Штатах, ну, такой очень негативный. Поэтому ключевой вопрос, собственно, выбора лидера республиканской партии, это и вопрос будущих президентских выборов, это и вопрос, в первую очередь, некой модели экономической политики в Соединенных Штатах, и, безусловно, вопрос и внешнеполитической помощи. Хотя, снова же, ну, ключевые моменты, которые обсуждаются, это экономическая политика, да, вот вопрос госдолга, то есть в кулуарах республиканской партии, это тема ключевая. Что касается все-таки денег для Украины, как вы считаете, насколько это реально и насколько, ну, быстро могут это решение все-таки утвердить? Ну, насколько мы видим, вопрос поддержки Украины, он остается двупартийным, и мы с вами уже говорили о рейтингах поддержки, кажется, 53 или 56 процентов республиканцев поддерживают помощь Украине военную, в первую очередь, и 83 процента демократов поддерживают помощь Украине. Поэтому это, ну, абсолютное большинство, и дискуссия как раз касается не предоставления оружия, а предоставления других видов помощи. И здесь, снова же, если, ну, демократы говорят, что вот определенный объем будем выдавать, то республиканцы на самом деле говорят о том, что те формы пакетного голосования им не подходят. То есть, иными словами, говоря более проще, они заявляют, что они хотят голосовать все отдельно, да, то есть отдельно военную помощь, отдельно, там, бюджетную помощь, отдельно Украину, отдельно Израиль, отдельно Тайвань, и аргументируют тем, что некоторые пункты бюджета, они, ну, идут пакетно, но они на самом деле не доходят до Украины. Они идут, допустим, в Африку на борьбу с дезинформацией, но это также голосуется как там помощь Украине. Поэтому, снова же, я попросила бы всех, ну, воздержаться от такой поддержки только одной партии, и все-таки нужно вести диалог и политический с двумя партиями, иначе, ну, мы просто можем потерять эту поддержку, если будем говорить только о однозначной поддержке демократической партии. А здесь в Соединенных Штатах это очень важно. Хотя дискуссия с республиканцами и более сложная, безусловно, и они часто также говорят о дополнительных методах контроля. Хотя я думаю, что мы, как украинцы, также не против контроля, и в целом этот месседж, ну, вполне рабочий, чтобы, ну, вот переубеждать людей голосовать за больше. И, что важно, ну, мы же побеждаем также не, ну, как бы не от дополнительной помощи, мы побеждаем оружием. Поэтому требование большего количества оружия – это ровно то, что приближает нас к победе. И тут республиканцы однозначно выступают за предоставление дополнительного объема оружия. Поэтому сложно, сложный период в американской политике, действительно исторически сложный. Но я не вижу того, о чем говорит российская пропаганда, что поддержка упала. Существует нормальный политический диалог вокруг политического элемента. То есть, да, некоторые кандидаты, неперспективные от республиканской партии, у которых рейтинг 2%, позволяют себе высказывание на тему, что Украина совсем не нужна, и этим вопросом совсем не нужно заниматься. Но это, скорее, маргинальное мнение, или мнение конгрессвумен Марголи Рид Тейлор Грин, которая, в целом, говорит очень много всего неадекватного. Но есть еще более 200 членов парламента, которые имеют вполне взвешенную позицию, и поддержка Украины остается. Ну, США, несомненно, сейчас помогает еще Израилю, как своему союзнику. И вот Wall Street Journal пишет о том, что конфликты в Израиле и Украине угрожают отвлечь внимание ресурсы администрации США от внутренних приоритетов и от необходимости противостоять Китаю. Ну вот, кроме того, вот издание акцентирует внимание, что Байден, последний раз обращаясь к американцам с просьбой поддержать Израиль и Украину, напомню, что это обращение в пятницу было, а вот он был, эта цитата, очень похож на президента военного времени. Вот что, вот, как пишут, может осложнить кампанию по его переизбранию на второй срок. Вот, Катерина, согласны ли вы с тем, о чем пишет издание, и какие сейчас запросы у граждан США? Как они наблюдают и реагируют вот на эти войны? Ну, смотрите, он говорил о, на самом деле он говорил очень емко о противостоянии демократического мира миру авторитарному. Это очень четкий месседж, и второй месседж, который Байден озвучивал, это месседж о том, что Америка, собственно, и держит свое лидерство, да, лидерство экономическое и политическое, на том, что противостоит таким режимам, как террористы Хамаса и авторитарный диктатор Путин, также он говорил о Тайване, о противодействии Китаю и китайскому режиму. Снова же, эта позиция, она позиция лидера, поэтому на выборах она воспринимается хорошо, и снова же напомним, 83% его избирателя, то есть избирателя демократической партии поддерживают, ту форму помощи, которая сейчас предоставляется. У Байдена другие проблемы, на самом деле у Байдена проблемы в рамках избирательной кампании, в экономических процессах внутри Соединенных Штатов, это его ключевая проблема. Инфляция, которая является последствием еще ковидных времен, то есть они влили в экономику настолько много ресурсов во время ковида, что сейчас неизбежно происходят достаточно неприятные инфляционные процессы. Второе, это мортеджи, то есть люди не могут взять в кредит дома, потому что мортедж, ну это ипотека, больше 6%, но я напомню, что раньше люди могли бы взять по 3%. Высокая стоимость продовольствия, бензина, высокая, ну если сравнивать с предыдущим периодом. То есть ключевые проблемы, это проблемы экономические. И как раз вот вся дискуссия в целом вокруг внешнеполитической помощи, она же также, ну, политтехнологически связана с экономикой. То есть они говорят, зачем мы будем направлять деньги в Украину, если в Огайо, ну, как бы нет работы, да, нужно создавать рабочие места в Огайо или Аризоне. Ну и, кстати, Байден это делает, то есть он открыл новое производство, как бы дал дополнительные стимулы экономические на это и так далее. Но здесь снова же очень легкий контрмесседж, потому что большинство денег, которые выделяются на Украину, они не идут напрямую в Украину. И здесь, ну, в Вашингтоне, да, здесь это понимают. Но человек, который живет своей жизнью и, ну, не интересуется, там, foreign policy, внешней политики или, ну, допустим, не имеет образования, чтобы, в принципе, ну, скажем так, анализировать эти международные закупки и так далее, он понимает, что, в принципе, это все отправляется деньгами, да, то есть, ну, как бы кэшем, наличными. И на этом много идет спекуляций. Хотя, в первую очередь, ну, допустим, производство оружия, ну, мы же получаем американское оружие, которое... Остается в Соединенных Штатах. Да, и которое производится здесь, да, мы получаем помощь тренеров, которые получают заработную плату здесь и платят налог здесь. Поэтому, в целом, это даже в неком роде полезно для американской экономики. И вот этот месседж, как по мне, он недоработан, и это как раз месседж, с которым можно работать с республиканской аудиторией. Ну, у Байдена есть и другие проблемы, потому что большинство, вот мой знакомый профессор университета Джорджа Вашингтона представлял свое социологическое исследование, и в целом избиратели видят кризис лидерства в двух партиях. И также они хотят видеть более молодых политиков в двух партиях. Вот, поэтому плюс есть кризис, некий кризис уровня доверия к Конгрессу и к судам. То есть здесь есть много внутренних проблем, но эти проблемы мы, как украинцы, решить не можем. Это вопрос, собственно, внутренних партийных реформ, нового лидерства. Это пытаются сделать, допустим, новые лидеры, как Кортес, Конгресс Вуменс, Нью-Йорка. Это молодые лидеры. Хаким Джеффри, также лидер в демократической партии. Это люди, которые отвечают на запрос о более молодом лидерстве. И, ну, я думаю, что дискуссия вокруг избирательной кампании и политтехнологических методов – это отдельная дискуссия от сегодняшнего разговора. Ну, и, конечно же, в стороне от этого никак не может стоять Россия. Ждается, что в 2022 году она активно вмешивалась в выборы, как минимум в девяти странах, пытаясь подорвать в них доверие демократическим институтам. Вот об этом говорится в докладе о разведке США. Еще в 17 странах усилия России были, цитата, менее ярко выраженными. Вот так отмечается. Документ был отправлен в посольство Соединенных Штатов более чем в 100 странах Америки, Европы, Азии, Африки с целью передачи местным правительствам. Вот разведка США предупреждает, что Россия использует шпионов в социальной сети, российские государственные СМИ для подрыва веры общества в честность, как таковых, да, демократических выборов во всем мире. Катерина, работает ли сейчас вот контрразведка Соединенных Штатов на выявление вот таких вот шпионов, агентов влияния, тех, кто, ну, потенциально может влиять на предстоящие выборы в США. Ведь, ну, Путин, судя по мнению многих экспертов, желает, конечно, смены власти в США, и, как следствие, он думает уменьшение поддержки для Украины. Ну, смотрите, я думаю, что сам по себе месседж, что смена власти приведет к снижению поддержки Украины, он также не совсем корректен, потому что мы не знаем, да, то есть, и, ну, снова же, тут мы играем в эту же игру, да, что мы, как украинцы, поддерживаем одну партию. Это вот в корне неправильно, и, ну, я практически каждую неделю общаюсь на Capital Hill с конгрессменами, сенаторами, то есть нужно все-таки, ну, как бы воздержаться от таких, как по мне, осуждений. Второе, да, ну, я с разведкой не общаюсь, но если смотреть на отчеты аналитических центров, все понимают, что методы России и методы дезинформации, они одинаковы. И понимаете, что методы дезинформации, они также очень тонки, чем? Ну, вот мы с вами только что проработали, по сути, в момент дезинформации, да, то есть мы говорим о том, что республиканские избиратели не поддерживают Украину, если выберут республиканцев, поддержка Украины упадет. Ну, такой яркий российский месседж, да, дезинформации. Да, на самом деле, ну, вопрос, как мы уже обсуждали, намного более сложен. То есть это про структуру бюджета, это про пакеты, это про то, что, возможно, больше денег напрямую давать в Украину, а не там на программы, не знаю, определенные в Африке или в Азии, которые касаются Украины, да. То есть это более сложный, очень сложный процесс. Поэтому здесь мы также являемся где-то частью развития, ну, пророссийского месседжа, да, который разделяет, ну, допустим, двупартийную поддержку. В Словении, в Польше, в странах Африки Россия, в принципе, не стесняясь, использует не то, что, ну, какие-то нарративы, а просто прямым текстом говорит о том, что, смотрите, ну, что в Словении хорошая ситуация в экономике, нет, вы что, Америка, нет, почему вы должны помогать Украине, ну, у вас что, хорошая пенсия или у вас достойные заработные платы. То есть, в принципе, месседж более, я анализировала все эти избирательные кампании, месседж более прямой и, к сожалению, он работает, потому что, ну, в целом, в любой стране человек чувствует, что, ну, экономически он может чувствовать себя немного лучше. Исходя из этого, мы видим, что Америка не может на это влиять, потому что, ну, подобные операции от правительства — это, ну, вмешательство во внутренние дела или также вмешательство в выборы. Поэтому технически Америка не может, ну, направить своих, не знаю, там, сотрудников Госдепа, которые будут этим вопросом заниматься. То есть эти вещи положены на большие общественные организации, которые могут делать информационные компании или же проекты USAID, которые поддерживают подобные общественные организации. Но, к сожалению, этот процесс очень забюрократизирован. И сначала нужно выявить проблему, проголосовать программу, потом проводится, ну, якобы тендер, да, то есть, ну, такие процедуры разнообразные. И только потом эти организации начинают действовать. И так как выборы, в принципе, проходят два месяца активно, да, они не успевают действовать. В Африке эта ситуация немного другая, потому что, как по мне, там, в принципе, Америка недостаточно уделяла внимание, и все влияние захватила Россия, ну, напрямую, как бы в таких ситуациях, как там в Нигере, да, поддержка режима. Или Китай, который просто раздавал очень дешевые кредиты, да, в Африке, ну, в том числе в Эфиопии, например. Но это комплексный вопрос, о котором, безусловно, здесь знают. Но для нас очень странно ощущение того, что, ну, какой-то вопрос, он может от момента обсуждения понимания проблемы до момента реализации проекта, ну, занять два-три года, что, ну, в нашей ситуации, когда мы каждый день теряем героев, это очень болезненно. Но, тем не менее, вот ответ на ваш вопрос, почему так быстро нет реакции, потому что, ну, вот здесь демократия и стабильно, потому что все процедуры, они перепроверяются, да, и они достаточно забюрократизированы. Но в этом есть и минусы, безусловно. На прошлой неделе Украина впервые применила ракеты американские Атакамсы, ну, результат превосходный, честно говоря. Секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов говорил, что у россиян снова будет истерика после того, как США представят Украине новые партии дальнобойных ракет Атакамс. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подчеркивал, что эта помощь и поставки будут на постоянной основе. Катерина, вот это, безусловно, очень хороший показатель и сигнал Кремлю, так ведь? И вспомним, конечно же, ну, так называемые красные линии Путина. Можно ли вот с уверенностью говорить, что Белый дом их уже не боится? Ну, безусловно. То есть, давайте напомним, что эти ракеты, это ракеты большей дальности, то есть, и нам еще, там, даже год назад в целом их предоставлять не хотели. И также важно, ну, когда Соединенные Штаты что-то предоставляют, это важный сигнал для европейских союзников, потому что, как вы видели, да, допустим, с танками, да, сначала Америка предоставляет эти танки, потом Европа как бы зеркалит эту помощь. Поэтому, да, это важно, и, знаете, я не являюсь специалистом в ракетах и их дальности, но я могу сказать, что тут мы видим четкий эффект «проси больше, и ты получишь это в определенный момент». И что нет вчера, это не значит «нет завтра». И, знаете, я где-то копирую и беру этот пример также за борьбу по решению Россия-государства-спонсор-терроризма, да, который может открыть путь к судам против России, да. Я также вижу, ну, такой же принцип в векторе предоставления дополнительной военной помощи, я имею в виду количество, да, потому что количества военной техники все-таки не хватает. И здесь вот это явный пример того, что если раньше говорили «нет», дополнительное усилие нашей дипломатии, дополнительное усилие общественных организаций, американцев, политических партий, и мы это получаем, да. И вот поэтому мы должны продолжать работать и просить больше, подавать комплексные проекты, как мы будем это видеть, и в том числе и в векторе борьбы с дезинформацией, в векторе как бы судов против России, то же самое. Мы должны продолжать работать, хоть и, ну, сейчас кажется, что, возможно, результаты не такие быстрые, как нам хотелось бы. Знаете, говорить на перспективу, то можно уже говорить даже и про томогавки. Но хотел бы другой вопрос вам задать. На прошлой неделе настоящая истерика была вот у Путина из-за ракет Атокомс. Атокомс об этом мы уже сказали. Но также Путин встречался и с Си Цзиньпинем. И как вот в США оценили встречу лидера КНР Си Цзиньпинь и Путина? Видит ли угрозы в этих встречах для Украины и для США? Ведь, ну, буквально за несколько дней до международного форума в Пекине МИД Китая, ну, вот по итогам разговора глав дипломатических ведомств двух стран Блинкин и Иваны говорил, что ухудшения в отношении между США и Китаем прекратились и сейчас ситуация стабилизировалась. Как это все вместе связано? Как вы видите эту ситуацию? Ну, смотрите, Китай, у Америки всегда должен быть, ну, некая противодействующая сторона. У любого большого государства всегда есть противодействующая сторона. Россия, к счастью, уже не является стороной полярного мира со стороны, ну, экономической политики, да, то есть Россия, в принципе, экономически очень слабое государство, да, и, ну, конечно, Путин привлекает в себе внимание войнами и поддержками авторитарных режимов, но в целом все понимают, что Россия уже не является Советским Союзом, да, или, ну, как бы, Союзом, который, ну, в принципе, экономически представляет, как бы, некую растущую структуру. Китай, безусловно, экономически растет. Он растет, да, на несоблюдении прав человека, на несоблюдении экологических стандартов, на, в том числе, авторитарном правлении коммунистической партии, блокировке информации и так далее, и так далее. Но Китай экономически растет, и его влияние, безусловно, также растет. То есть мы говорили в предыдущем блоке о дополнительных инвестициях в Африку, да, в африканские страны, мы говорили о работе в формате BRICS, но, снова же, рост Китая обеспечен тем, что западные страны приходят производить в Китай, и тем, что западные страны покупают китайские товары. Поэтому, как по мне, Соединенные Штаты здесь достаточно грамотно ввели санкции против ряда крупных китайских компаний перед этой встречей. И это очень понятный сигнал, что если Си будет продолжать более системное сотрудничество с Путиным или с другими авторитарными лидерами, этих санкций будет больше. И в целом эти санкции, ну, просто предотвратят и просто убьют экономический рост Китая, потому что внутреннего потребителя им явно не хватает. Посмотрите, кто из потребителей. Это Европейский Союз, США и Канада. Поэтому я бы не создавала союз из России и Китая, несмотря на их прямое общение, да. Но в то же время, конечно, инвэйжен, да, конечно, начало военных действий в Тайване, это реалистичная история. И здесь, ну, этот вопрос также экономически крайне важен для Соединенных Штатов, так как там производятся микрочипы. А микрочипы – это основа, ну, инновационной экономики. И Байден очень резко отреагировал на эту ситуацию, открыв дополнительное производство микрочипов в Центральной Америке, чтобы заместить, ну, то производство, которое американские компании имеют в Тайване или импортируют этот, ну, важный стратегический продукт в Тайване. То есть я напомню, что если производства микрочипов не будет, то любой телефон или ноутбук, с которого мы сейчас общаемся, они не будут работать, а это, ну, стратегическая угроза безопасности, безусловно. – Елена, ну и, соответственно, вопрос, вероятно, что в следующем месяце состоится встреча президента США Джо Байдена, да, с лидером Китая Сы Цзиньпинем. Вот это может произойти во время форума, вот, да, азиатско-теохианского экономического сотрудничества, который пройдет с 11 по 17 ноября, об этом пишет западная пресса. Американские чиновники, вот, они считают, что встреча между двумя лидерами необходима для того, чтобы наладить все-таки отношения двух стран. – Какие ваши прогнозы, вот, встретиться, и кому больше все-таки нужна эта встреча? Судя по вашим словам, то Китаю больше, ему нужно продавать в Америку. – Ну, безусловно, ну, китайская экономика даже близко, не приближена к экономике Соединенных Штатов. Встреча с Ией и Байдена уже была, то есть это не первая встреча, и, в принципе, одна из первых встреч Байдена, в принципе, она была с Китаем, потому что как раз республиканцы здесь много говорили о том, что Байден не до конца развивает, как бы, внутреннее производство и отдает, скажем так, на аутсорс, да, ряд работ или производит это в Китае, поэтому он показывал своему избирателю, что нет, мы поддерживаем внутреннее производство. Вот, и с СИ они также говорили о сдерживании возможных, как бы, ядерных угроз. Поэтому я думаю, что сейчас эта встреча также будет о напоминании о том, что торговля товарами двойного назначения, о том, что помощь в обходе санкций и другие вещи, которыми, в принципе, промышляет Китай для того, чтобы получать дешевые энергоресурсы с России, да, как бы, это игра, ну, скажем так, с понятным негативным исходом. И, снова же, возможно, мы будем видеть еще дополнительные санкции на ряд китайских компаний перед этой встречей, что будет неодвозначным сигналом о том, что, да, вы можете ходить на встречи с любыми диктаторами, если вашему избирателю это нравится, вы можете организовывать форумы БРИКС, вы можете там строить коммунистическую партию у себя, ну, если это касается безопасности в регионе, то Соединенные Штаты, ну, это терпеть не будут. И, снова же, это будет иметь огромное влияние на экономическую политику, а, ну, как мы видели, снова же в Китае, ну, на чем пришла коммунистическая партия к власти? На экономических месседжах, социального неравенства и так далее. И сейчас-то повториться не может, потому что коммунистическая партия держит влияние в Китае, и, как видите, выбирая демонстрации, они как бы не проходят. Но если, скажем так, экономика прекратит рост, а коррупция в коммунистической партии останется, то вполне возможны, ну, некие негативные социальные процессы. И я думаю, что СИИ, как опытный бюрократ и коммунист, он это прекрасно понимает, да, потому что, в принципе, по идее он труды Карла Маркса понимал в том, когда он строил коммунистическую партию, и он, да, первоисточники, и он не будет допускать вот этой борьбы классов. Я напомню, что китайское село, оно уже живет до сих пор без энергоресурсов и в достаточно плачевном состоянии. Поэтому все касается экономики, и я надеюсь, что санкции Соединенных Штатов будут более решительными, потому что я напомню, что, возможно, если бы санкции были более решительными по поводу Крыма, мы не имели бы полномасштабного вторжения. Но история не имеет, как бы, прошлых вариантов, да, вариантов из прошлого, работаем с тем, с чем можем работать сейчас. Катерина, спасибо большое вам за интересный разговор, за вашу экспертную оценку. Напомню зрителям. Катерина Адарченко, политехнолог, была в эфире фридема.